У Могилёве сегодня открывается пятый форум регионов Белоруссии и России. И он будет дожиться до 12-го костричника. Головной падеей станет пленарное посяжение зуделом керавников держав Александра Лукашенке и Владимира Путина. Гомельская область избирается подписать на форуме контракты на 100 миллионов долларов. Протягиваем выпуск. Гомельская областная организация Белой Руси – одна из самых лепших в Украине. Такую выснову по часу встречи с ее активом сделал старшиня Республиканских громадских объединений Геннадь Давыдька. Зараз огольные намагания нужно сконцентровать для решения новых задач. Подробности в следующем материале. Подороже по региону Геннадь Давыдька начал минавито с Гомеля. То, насколько эффективно работает областная организация Белой Руси, да и на это безумовное право. Тут есть вельми добрые приклады того, як правильно уасаблять державную политику у житем. Вядома, что громадские организации – это великая сила. Это не только махчимость организации множество мероприемств, у которых с нетерпением чекают, например, школьники и студенты. Не только конкурсы, до которых стара нарыхтуются творшие люди. И не только спортивные спаборницы, у которых за все дезэнтузиазмом примают удел Жихары Гомельщины у всех узростов. Это и допомога в решении социальных питаний, а так само активный удел у громадско-политичных життей краины. Мы общественная сила, которая подставляет плечо государству, которая реализует идеи государственной политики, стабильность, социальная направленность нашего государства. Наши члены нашей организации, которые интегрированы и в законотворческие органы, и в исполнительскую власть, они осуществляют вот эту вот политику. Более того, мы просим у государства дать нам больше полномочий, больше нам довериться в исполнении, опять же, в первую очередь, идеологических задач. Зараз у Гомельской областной организации «Белой Руси» свыше 25 тысяч человек. Как працавать с таким великим коллективом, шмат уваги надается навучанию его активу. Чтобы эффективно выполнить свои обовязки, необходимо постоянно повышать уровень профессионализма. Об этом ишла размова на сегодняшней встрече с Геннадьем Давыдьком. А кроме того, областная организация «Белой Руси» начала рыхтоваться до новогодних мероприемств и акций. Мы с нетерпением ждем Нового года, потому что придет череда наших акций. В первую очередь, это в Новый год с Белоруссией, когда мы собираем, организовываем елки для детей, для детей наших активистов, для детей из многодетных семей, когда мы дарим подарки. Это чудесное время, которое мы все с нетерпением ждем. В конце ноября идет наш традиционный конкурс «Наследие», который в этом году посвящен Году Малой Родины. Это конкурс работ среди учащихся средних специальных учебных заведений, профессиональных учебных заведений. Этот конкурс давно уже набрал серьезные обороты, но каждый раз прирастает какой-то новизной, какими-то инновациями. И в этот год, я думаю, он опять удивит сутью своего прохождения. Так само «Белая Русь» обещает удивить новыми проектами, которые обвязково застанутся в памяти ЖХРОВ Гомельской области. Марина Джалая, Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова